МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Строительство двух новых спортивных объектов в посёлке Красное под контролем. Сегодня с инспекцией там побывали представители власти. На страже порядка. Круглосуточно сотрудники Росгвардии патрулируют улицы Нарьинмара и посёлка Искателей. О том, кто выполняет такую важную работу, в нашем материале. В эти дни во всех уголках Неницкого округа отмечают День оленя. Большой репортаж о самых преданных традициям людях из общины Емптом. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В Неницком округе ситуация с заболевшими COVID-19 остаётся стабильной. За минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая, в то время как выздоровело ещё 6 человек. В настоящее время на лечении продолжают находиться 46 пациентов. 36 человек получают амбулаторное лечение в основном на месторождениях. Только 6 из них в Нарьинмаре. Ещё 10 находятся в стационаре Неницкой окружной больницы. Из них 9 вахтовики, а также один житель посёлка Искателей. На самоизоляции в настоящее время находится 592 человека. За последние сутки эта цифра увеличилась на 50 человек. Строительные работы по благоустройству в Красном под контролем. С инспекцией в посёлок прибыли представители власти. О том, как проходит возведение спортивных площадок, а также о ближайших планах в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Заниматься спортом в Красном скором времени можно будет за пределами ФОКа. Сейчас ведётся строительство двух объектов. Один из них – площадка с резиновым покрытием, на котором расположен полный набор силовых элементов. Её обустройство финансируется за счёт средств бюджета Заполярного района. Второй объект – поле для мини-футбола – построили в рамках проекта «Комфортная городская среда». А вот этот проект, он разработан у СПК «Инжиниринг». Это, скажем так, проект комплексно-спортивная территория около спорткомплекса. И как бы так удачно получилось, что в рамках инициативного бюджетирования в этом году мы получили гранты на три проекта. То есть по максимуму получили два по красному, а один по кое. И в рамках инициативного бюджетирования ещё из района спорткомплекса у нас будет построена освещенная лыжная трасса 500 метров. То есть мы получаем такой целый спортивный кластер, скажем так, в одном месте. Единственная проблема, которую озвучил глава муниципального образования – нехватка кадров в физкультурно-оздоровительном комплексе. Следующий этап очень важный. Мы считаем, мы действительно сделаем техническую составляющую. Мы будут сданы объекты в эксплуатацию. Нам необходимо организационно насытить эти объекты. То есть нужны профессиональные люди, инструктора, которые будут здесь работать, которые будут грамотно и вовлекать людей в занятия спортом, здоровым образом жизни. Поэтому мы сейчас для себя принимаем решение о том, что у нас здесь должны всё-таки существовать и существовали специализированные секции спорта. Спортивные объекты планируют сдать 30 августа. На данный момент работы идут по графику. Материал для площадок полностью завезён. Главная сейчас наша задача стоит. Конечно, мы на всех этапах совместно с главой муниципального образования выезжаем, смотрим, контролируем ход работ, качество этих работ. Поэтому думаю, что в конце августа мы торжественно здесь примем участие в сдаче объекта. И я думаю, что тут даже, может быть, совместно команду привезём, сыграем с нашими юными талантами, футболистами здесь есть ребята. Поэтому мы провезём добрый и дружеский матч. Добавлю, в планах поставить декоративное освещение на площади возле Дома культуры, а также полностью осветить спортивный комплекс. Круглые сутки на страже общественного порядка находятся сотрудники Росгвардии. Их труд порой незаметен, но очень важен. О том, кто оберегает наш покой, в специальном материале нашего коллеги из Росгвардии. Служебные внедорожники с мигалками, краповыми полосами и надписью «Росгвардия» на борту в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей Нарьинмара и посёлка Искателей. Группы задержания окружного отдела вневедомственной охраны всегда в движении и готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. В настоящее время по централизованной охранной отделу вневедомственной охраны находится более 200 объектов различной фронт-совственности, а также мест проживания и хранения имущества граждан. Централизованная охрана объектов заключается в постоянном наблюдении за состоянием средств сигнализации, регистрации и срабатывания, а также направлении групп задержания на охраняемые объекты для отработки сигнала тревога. В группах задержания служат, как правило, молодые и крепкие ребята, недавно вернувшиеся из армии. Прежде чем заступить на своё первое самостоятельное дежурство, они проходят специальное обучение и стажировку у опытных сотрудников вневедомственной охраны. Один из новобранцев среди водителей группы задержания – уроженец Ненецкого округа, младший сержант полиции Максим Филиппов. «На службу в группу задержания вневедомственной охраны я пришёл сразу после срочной службы вооружённых сил Российской Федерации. Служить нравится, нравится охранять спокойствие и благополучие жителей нашего округа и города». С начала года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли раскрыть три преступления, связанных с причинением гражданам телесных повреждений и повторным управлением транспортным средством состояния опьянения. При патрулировании улиц группы задержания выявили и пресекли более 200 административных правонарушений. «Основным правонарушением является появление граждан в общественном месте в состоянии опьянения. При наличии соответствующих признаков опьянения данное граждане доставляется в МВД России по Ненецкому автономокругу для дальнейшего разбирательства. Также группа задержания выезжает по заданию оперативного дежурного у МВД, для оказания помощи гражданам, обеспечивает охрану место происшествия до прибытия сотрудников полиции». Напомним, если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщите об этом по телефону дежурной части 9-20-20 или 4-88-20. Сергей Шарун, Иван Сысоев, Телеканал «Север». Возвели эко-тропу. Территориальное общественное самоуправление «Малый Качгард» стало победителем конкурса социальных проектов «Лучший проект ТОС-2019» и на средства гранта построили долгожданную переправу. Неприглядная тропа, расположенная в Низине, пользуется огромной популярностью у местных жителей. По ней можно быстро и безопасно дойти до остановок и колодца. Однако ежегодно в период весеннего половодия дорожка оказывается недоступна. В наших чатах мы бурно обсуждали различные варианты направления этого проекта. В итоге решили, что дорожка, пешеходная дорожка, соединяющая ТОС «Малый Качгард» и ТОС «Октябрьский», переулок «Малый Качгард» и улицу «60 лет Октября» нуждается в нашем благоустройстве, поскольку этой дорожкой пользуются жители не только «Малого Качгарда», но и жители соседних микрорайонов. Член Совета ТОС «Малый Качгард» Екатерина Константиновна Рожкова написала прекрасный проект. Члены конкурсной комиссии высоко оценили нашу работу и присудили нам второе место. На средства гранта были закуплены строительные материалы – доски, европодоны и гвозди. Дружная бригада молодцов-строителей набралась моментально. Все сразу быстро окликнулись, все помогли, быстренько созвонились, назначили время, назначили дату, даже после работы. Пришли, сразу же переоделись и принялись за работу. В субботу был выходной день, так все вместе быстро доделали. Раньше справлялись по старинке подручными средствами. На время наводнения закидывали покрышками, досками и различными железками. Направление вот это, а иначе, зимой-то я же хожу здесь, даже зимой она очень хорошо, потому что проваливаешься, если только не в тропинку попал, по снегопаду, то это провалишься. А тут, нет, это очень хорошо для людей. Многие ведь очень у нас пенсионеры есть и ходят. Это очень даже здорово придумали. И вообще такой респект нашему передседателю, нашего колхоза вообще. Татьяна Павловна, у нас такого не было. Все время, что зимой, что летом. Да, только что вот здесь вот сырость все время, во время дождей плохо ходить было. А сейчас вот мосточки каждый день теперь ходим. Молодцы ребята, хорошо придумали. Очень много народу ходит. Те же пенсионеры с этих кирпичных домов, они все радостные идут сюда. Но когда нету вот этого обходимого мостика, то идти неприятно. И с леса идут когда. Да и нам самим тут детям катаются сюда-сюда тоже вечно. То упадут, то еще чуть-чуть в грязи приходят. А вот сейчас, конечно, наши мужчины, а их такая золотая у нас четверка, это Вокуев Олег, это Широков Василий, это Чуклин Виктор и Одегов Олег, они, Сергей, извините, Одегов Сергей, они вот эту мостовую построили. Хотя дел, конечно, у каждого не в проворот. Хозяйство, дома, все что-то надо делать. Но какие молодцы. Они же все сделали еще на трубах, чтобы это все не уплыло. Добавлю, организатором конкурса выступила региональная общественная организация «Ресурсный центр некоммерческих организаций Ниницкого округа». Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Они любят и остаются преданными своему делу и традициям. Кочуют в 30-градусный мороз, пургу дожди и в комариное лето. Растят в тундре детей и не забывают заветов отцов и дедов. Наш следующий материал о смелых, добрых и сильных духом людях. Об оленеводах общины Ямпто. В дни празднования одного из главных праздников Ниницкого округа наша съемочная группа отправилась на побережье Карского моря. Репортаж Алины Волучейской. Обеденный стол прямо посреди тундры. Сырое мясо с кровью для кого-то может показаться дикостью, но для кочевников это одно из любимых и очень полезное блюдо. В оленине содержатся необходимые витамины и микроэлементы. Вот вы его, получается, свежим едите? Свежим? Ща-ка. Солить можно, продолжать. Да-да, ну вы прямо рассказываете. Но вы каждый день его едите или каким образом? Каждый день, конечно. Без мяса. Вареные, конечно. Без мяса мы не жильцы. А еще эти сильные и красивые люди не могут без свободы. Свободы, которая только что в тундре и есть. Бескрайние просторы, сопки и озера, реки и морское побережье. В общине Ямпто удалось сохранить годами нажитые традиции и обычаи. А алкоголь здесь – строгая табу. Интересный факт. Кочевники живут по библейскому слову. Читают молитвы и веруют в Бога. У меня дедушка был православным в Руси, где-то крещением нанимался. Он как бы вот и все равно свое содержал. Он передал своим детям и внукам. Но в последнее время сейчас, в последнее время, почему вот я на этот вопрос, самое главное, хочу ответить, что почему общине Ямпто называют крепким или сильным. Да, это уже сегодняшнее время придерживаемся как к библейскому слову. Испокон веков кочевники им дают, именно так называются переезды оленеводов по Нинецкой земле, целыми семьями с детьми. Тех малышей, которые появляются на свет в городском родильном доме, после выписки тоже везут сюда, в тундру. А женщины здесь очень скромные и, конечно, красивые. Причем секрет их довольно прост. Вы здесь очень все красивые. То есть вы прям вот следите за платьями своими, да, прически, платочки. Не хотелось ли когда-то там, например, какие-то салоны красоты, еще что-то? Какие здесь у вас там секреты красоты есть? Секреты красоты? Ну, особых нет. Достаточно доброго сердца. Города-то, суета. Везде надо успеть. А в чуме мы все успеваем делать. Труд чумработниц довольно нелегкий. На плечи хрупких кочевниц ложится масса дел по хозяйству. Наколоть дров, постирать белье и помыть посуду. Причем вручную, ведь бытовой техники здесь нет. Но главная цель и призвание тундровых красавиц – хранить тепло домашнего очага в чуме. Да, она готовит. Если она готовит, если у нее время останется, то еще она будет шить мальцы примерно, тубики. Праздничный день. В стойбище довольно оживленная атмосфера. Мужчины отдыхают и набираются сил перед состязаниями. Им предстоит выяснить, кто же в этом году станет лучшим в прыжках через нарты, самым точным в метании тензеяных хорей и самым сильным в ненецкой борьбе. К условленному месту съезжаются оленеводы из разных уголков Карского побережья. Когда один на один с природой, не забалуешь. Кочевники – мастера на все руки. Занимаются и сваркой, и ремонтом техники. Причем прямо посреди тундры. Совсем сломанный был. Эту планку поставили. И потом вот эта планка тоже опять лопнул. Еще несколько времени. А потом пластмасс поставил. И сюда. Пластмасс сейчас держат. Ну так ездим. Яков Соболев на праздник приехал из соседнего стойбища. Мудрый и добрый мужчина, дедушка 13 внуков, которые, кстати, тоже живут в тундре, сам всю жизнь провел качуя. В Нарьинмаре не был ни разу. Говорит, в город не тянет. Совсем. Свою жизнь не потеряем, конечно. Так и живем. Оленевство. Мы как горской жизни и тундровой жизни. Это разница. Разница. А у меня дети все хотели в тундре жить. Потом учатся в интернате. Каратайка учились. Ну, где-то 4-5 классов. Не хотят больше. Не хотят. Потому что отцовское учение не хотят. Отцовского учения жаждет и Прокопий Вылка. Мальчику всего 13, а он уже ловко управляется с рогатыми красавцами. Сейчас останешься в тундре. Все, в тундре остаешься жить? Ага. А почему? Почему, что надо помогать маме и папе. Супер. А расскажи, как ты маме и папе помогаешь? Маме тускаю воду, а папе помогаю дрова рубить. Ну, я смотрю, ты уже с оленями умеешь управляться, да? Да. Ага. А что ты с ними делать умеешь? То есть ты свои братья уже в упряжку их можешь? Да. А как ты так научился? А, я не знаю. Борогам. Несведущему человеку может показаться, что рогатых животных не отличить друг от друга, но и в оленеводстве масса тонкостей и хитростей. Ближе к ночи в стойбище начинается подготовка к одной из самых ярких и интересных частей праздника гонкам на оленях упряжках. Сюда, в кораль, собираются несколько сотен лучших издовых быков, причем самое интересное, что оленеводы помечают своих животных. Вот, например, у этого оленя уши одного вида, а вот у этого, видите, остренькие. Это делается для того, чтобы в таком огромном количестве оленей каждый кочевник смог найти своего. Григорий Тайбарей кочевой образ жизни ведет с рождения. Уже 35 лет мужчина в тундре. Здесь набирался знаний и навыков, необходимых для ведения быта. Сегодня у Григория собственное крестьянско-фермерское хозяйство и довольно большое по меркам оленеводов стадо. У меня уже не оторвать сейчас. Ну вот что здесь такое? Что-то ведь заставляет вас здесь оставаться. Вот что? Может быть какое-то спокойствие или что? Я привык к этой жизни. У меня свои олени, свое стадо, своя семья. Здесь уже и останусь, наверное, уже. Когда каждый гонщик выбрал и запряг своих оленей, а солнце уходит за горизонт и на траве выступает роса, начинаются гонки. Сегодня спортсмены соревнуются в общих заездах. Мужчины стартуют первыми. По тундре разносятся крики, погонщиков и звон колокольчиков. Олени мчатся к финишу. Среди представителей сильной половины человечества. Самым быстрым становится Семен Соболев. Ощущение просто класс. Да? Рассчитывали победить или так? Да, рассчитывали. Что нужно было для победы? Олени хорошие или упряжка хорошо управлять? Олени хорошие. И управлять. А вот к финишу первой приходит Надежда Вылка. Молодая кочевница обошла более опытных женщин. Не боитесь так на оленях? Нет. Мне даже наоборот очень нравится ездить на гонках. Не первый раз участвуете? Нет. Я уже в два раза. В прошлый раз тоже первое место было. Когда имена лучших известны, время отдыхать и набираться сил перед трудной и долгой дорогой к зимним пастбищам. Дружную гурьбу и кочевники отправляются к чумам. И еще предстоит обсудить последние новости и наметить планы. Здесь, в тундре, свои законы, свои устои и правила. Но когда видишь, насколько эти смелые, добрые и сильные духом люди любят свое дело и образ жизни, становится понятно – оленеводство будет жить. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», община «Ямпто», Ненецкий округ. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.